Всем здорово, чуваки! Вы находитесь на канале Мишарин, меня зовут Сергей. Посмотрите, какие длинные у меня пальцы. Сегодня я ультраширокоугольный объектив подвинул как можно ближе к себе и смотрится довольно-таки прикольно. Сегодня я хочу рассказать о том, как анимировать картинку в Adobe Premiere Pro при помощи ключей, ну и также делать плавные ключи анимации. Да, в одном из прошлых видеороликов я уже что-то подобное делал, но на этот раз я расскажу, как сохранить пресеты с этими ключами анимации, как экспортировать этот пресет на компьютер и как его в итоге импортировать обратно в Premiere. Поэтому не будем медлить, погнали! Мы перешли в Adobe Premiere Pro и сейчас у меня на таймлайне есть вот такой вот исходник. Просто идет дождь, где-то в лесу, видимо, амбазонки или еще где-то, неважно. Для начала давайте сделаем простейшую анимацию, например, по скейлу. Сначала я обрежу немножко файлик до, не знаю, до 5 секунд примерно. Теперь что мы делаем? Ставим ключик на скейл, переходим на последний кадр, например, и увеличиваем скейл, например, не знаю, до 120, пускай так будет. Тем самым мы получаем вот такой результат. То есть плавное увеличение кадра. Окей, то же самое мы можем сделать следующим образом. Например, мы убираем скейл, немножко его увеличиваем, допустим, так же до 120, немножко поднимаем вверх, ставим ключик на позицию и переходим так же в последний кадр и перемещаем видео вниз, допустим, вот так. И получаем такой результат. Как будто мы делаем панораму снизу вверх на каком-то штативе. Так же мы можем все это совместить. Берем, например, еще раз скейл, ставим ключик и в конце ставим ключик до 100, не знаю, там 35. То есть сейчас помимо того, что кадр увеличивается, он еще и опускается вниз. Тем самым мы придаем какую-то динамику или движение кадру. Ладно, уберем ключики. Так же мы можем сделать плавную анимацию на увеличение, допустим, до 2 секунды. Для этого ставим ключик на скейл. Теперь переходим на вторую секунду и увеличиваем, допустим, так же до, пускай будет 130. Теперь что мы делаем? Правой кнопкой на последний ключик ставим easy in и на первый ключик правой кнопкой easy out. Тем самым у нас будет происходить плавное увеличение кадра. Хоп. То есть мы не видим вот этого квадратного увеличения. Если я, допустим, сейчас верну все это назад, мы увидим, как это было. Ну, то есть кадр резко останавливается. Это смотрится не очень хорошо, поэтому мы и ставим ключики там easy in и easy out. Так же мы можем регулировать плавность этих ключей. Для этого мы открываем параметр скейл. Вот здесь вот на уголочек жмем и открывается график. Мы можем его немножко вот так вот увеличить. И вот эту гибкую кривую мы можем регулировать. То есть, например, тянем за правую пипеточку влево. Тем самым у нас будет происходить резкое увеличение кадра и плавное затихание. Смотрим. Оп. Вот это уже смотрится гораздо прикольнее. Обычно такие ключи анимации используют для каких-то переходов. Так же мы можем воспользоваться еще каким-то эффектом для того, чтобы сделать какое-то необычное увеличение кадра. Например, возьмем во вкладке эффект, забьем сюда basic 3D. Два раза на него кликаем, применяем на файл. И теперь давайте сделаем еще раз следующее. Нажмем опять же скейл, ключик на начальную секунду. И допустим на третью секунду переходим и так же увеличиваем кадр до 130. Теперь переходим на опять начальный кадр, переходим в basic 3D и смотрим, какой параметр у нас отвечает за наклоны. Первый это повороты влево-вправо, а вот второй это уже наклон. Значит, ставим на tilt вот здесь вот ключик. Переходим опять на третью секунду, где у нас стоял ключик скейла. Мы можем это сделать следующим образом. Переходим на скейл и жмем вот на этот треугольничек, автоматически переходя на последний ключик скейла. И вот здесь вот мы уже можем вертеть вот так вот изображение. Например, я сделаю это вот так вот. Далее мы можем сделать следующее. Выделяем ключи последние, оба ключика у скейла и у basic 3D. Правой кнопкой easy in и первые ключи правой кнопкой easy out. Тем самым смотрим, что у нас получается. Вот, такое ощущение, как будто уже кадр стал гораздо объемнее. Но здесь, конечно же, видно, что получается искажение картинки, поэтому смотрится именно в этом кадре не очень. Такой эффект обычно используют для кадров, снятых с коптера, когда мы хотим показать какой-то объем, не знаю, какого-то ландшафта, города и так далее. Ну и также мы можем давать еще один эффект, чтобы смотрелось еще прикольнее. Это мы заходим во вкладочку effects, video effects, distort и применяем effect lens distortion. Два раза на него кликаем, появляется он у нас в effect controls. И первый параметр, curvature или curvature, не знаю, уменьшаем, то есть уводим в минус влево. Тем самым вот так вот растягивая края, видите, если я сильно вот так вот задеру этот параметр, то у меня края начнут вот так вот сильно искажаться. Поэтому делаем, ну допустим, вот так вот, ну минус 40 пускай. Переходим на последний кадр скейла, ставим ключик на curvature этот. И первый кадр, опять ставим ключик. Но здесь вписываем параметр 0. И то же самое, easy in, easy out. И смотрим, что получается. Кадр стал еще объемней. Особенно, как я и говорил, если видео снято с коптера. Но еще, я думаю, можно применять в пейзажных съемках, тоже будет прикольно смотреться. Но теперь, как же сохранить этот пресет, который мы уже сделали со всеми этими общими эффектами? Мы выделяем вкладочку motion, зажимаем клавишу control, выделяем basic 3D. И выделяем еще и lens distortion. Правой кнопкой нажимаем, save preset. Называем, например, объемный эффект. Объемный эффект. Окей. Теперь во вкладочке эффекты у нас в пресетах доступен этот объемный эффект. Вот он. Теперь, допустим, у нас, когда нет никаких эффектов. Как видите, я вожу курсором, ничего не меняется. Сейчас мы переходим в пресет, выбираем наш объемный пресет, перекидываем его. И, пожалуйста, теперь все эффекты у нас готовы. Допустим, вы хотите теперь этот пресет экспортировать и отправить другу, знакомому или еще кому-то. Правой кнопкой нажимаем на этот объемный эффект и выбираем экспорт пресет. После чего выбираем место, куда будем экспортировать. Допустим, я экспортирую куда-нибудь и теперь удалю его с премьера. Ну а теперь, чтобы обратно импортировать этот пресет в премьер, нужно нажать правой кнопкой на папочку пресет и выбрать импорт пресет. После чего мы выбираем наш сохраненный пресет. И все, как вы видите, опять объемный эффект у нас появился в премьере. Также специально для вас я подготовил пак из 15 пресетов с готовыми ключами анимации. Самыми разными, очень прикольными, киношными, не киношными. Для того, чтобы вы максимально экономили свое время и не тратили его на то, чтобы ставить ключи, делать их плавнее и так далее. Давайте я его сейчас импортирую в премьер. Также импорт пресет. Он называется 15 анимаций движения в премьер про. Выбираем его, нажимаем открыть. И тем самым у нас импортируется целая папка под названием анимация движения в премьер про. Как мы видим, здесь есть все эти 15 пресетов. Вот они. И все, что нам нужно сделать, это перекинуть пресет на видеофайл. И как мы видим, кадр у нас просто плавно увеличивается. Также тут есть киношное увеличение масштаба. Когда скейл у нас слегка увеличивает картинку, то есть происходит очень плавный наезд. Например, перетащим плавное увеличение начала. Посмотрим, как это будет выглядеть. Смотрим. Вначале происходит плавный наезд, потом резкое увеличение и плавный наезд. Далее, что у нас есть? Увеличение 2х. Также перетащим. Теперь смотрим. Видим, что у нас происходит резкое увеличение до 200%. При этом у нас есть еще размытие в движении, что очень важно для создания киношной картинки. Также есть, например, имитация наклона камеры. То есть, если я показывал, что у нас картинка перемещается по позиции вверх и вниз, то здесь это происходит еще и с наклоном. Это как раз-таки достигается также при помощи Basic 3D, только изначально у нас кадр наклонен и в конце у нас также кадр перетекает в наклон вниз. В общем, я не буду растягивать это видео, чтобы показать вам 15 этих пресетов. Если вы хотите помочь развитию канала, по ссылочке в описании я выложил 15 этих анимаций движения в Premiere Pro всего лишь за 100 рублей. Так что, если вы хотите сэкономить свое время и не выставлять вручную ключи анимации постоянно, просто используйте эти пресеты по ссылочке в описании. Но если вам урок был полезен, поставьте побольше лайков под этим видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!